Саламу алейкум, рахматуллахи баракату, уважаемые братья. Благодарим Аллаху субхану ва теаля, то что Он нас вместе собрал в самые лучшие своих дней, в пятничный день, в самом лучшем месте, в своем доме, в доме Аллаху субхану ва теаля, братьями, любящими друг друга ради Аллаху субхану ва теаля. Просим Аллаха субхану ва теаля, как Он нас вместе собрал в этой Дуне на поклонение, чтобы также вместе нас собрал в Ахирате, в Вечности, в высшей степени Ра и Фердау сал-А'ля. На прошлой неделе, на этой неделе сталкивался часто с таким вопросом отношений к родителям. То есть были замечены некие такие ситуации, отношения вроде нашей братья, которые, аль-хамдулля, соблюдают приказы Аллаху, молятся пять раз в день, постятся. Но есть некое такое нехорошее отношение к своим родителям. Многие братья бывают такие, которые жалуются на своих родителей, говорят, я все хорошо делаю для своих родителей, но родители отвечают мне злом. Бывает, были такие братья, встречались, когда только папа или мама ушла из этой жизни, я делал за них дуа в первое время так усердно, но со временем как-то начал забывать в Тахаджуде, уже пропускать, делать за них дуа. И хотел вот напомнить самому себе и всем нам, какое должно быть отношение, как Аллах, Субхану Талли, хочет, чтобы мы относились к своим родителям, и также вспомнил своего папу, и даже сегодня специально делал вот это, он тоже был имамом, его накидку, в которой он молился, проводил намазы, как вспомнил отца, и вот это то, что написал, ссылаясь на хадисы, на аяты, написал из глубины своего сердца. Хотелось бы поделиться с вами и самому себе напомнить, какое же должно быть отношение к нашим родителям. Перед тем, как начать, я прошу Аллаха, в этот пятничный день, когда Аллах, Субхану Талли, принимает дуа, те братья, сёстры, у кого родители живы, чтобы Аллах, Субхану Талли, продлил им жизнь, чтобы Аллах, Субхану Талли, сделал их жизнь счастливую, чтобы Аллах, Субхану Талли, дал вам ещё много лет наслаждиться своими глазами, глядя на них, радуя их, глядя, как они радуются, как они улыбаются, и чтобы Аллах, Субхану Талли, сделал их последние дела в поклонении Аллаху, Субхану Талли. Те братья и сёстры, которые похоронили своих родителей или одного из родителей, прошу Аллах, Субхану Талли, чтобы помиловал их, чтобы Аллах не спасал им в веку милость свою, чтобы Аллах, Субхану Талли, просил им грехи, чтобы Аллах, Субхану Талли, осветил их могилы, чтобы Аллах, Субхану Талли, дал возможность, была разлука, да, в этой дуне уже не увидеться, но чтобы встретиться заново судно-день на Ахирате, обняться, взять за руку папу, маму, вместе зайти в рай и больше никогда не разлучаться с ними. Писал на арабском языке, так как Кур'ан на арабском, сунна пророка Залала на арабском, и чувствуешь вкус, когда ты читаешь в оригинале вот эти аяты, эти хадисы. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, во многих своих аятах, уважаемые братья, указывает нам, какое должно быть почтительное отношение к нашим родителям. И Аллах, Субхану Ва Та'Аля, сделал так, что после единобожия Аллах, Субхану Ва Та'Аля, приказывает сразу после того, как поклоняться одному Аллаху, что является самым великим делом, и не предавать ему сотоварищей почтительное отношение к родителям. Как Аллах, Субхану Ва Та'Аля, в Коране сказал, Аллах приказывает поклоняться только одному Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, и после этого сразу же говорит, и хорошо относиться к своим родителям. Поэтому у наших родителей, уважаемые братья и сестры, великий хак, то есть великий хак, который мы должны им отдать. И достаточно нам убедиться, то, что по отношению к родителям мы должны хорошо относиться. И у них есть великий хак по отношению к нам, то, что Аллах, Субхану Ва Та'Аля, выше Семи Небес, не спослал с Кураном Джибраиля, где говорится, хорошо относитесь к своим родителям. Самого лучшего из ангелов Аллах выбрал для того, чтобы не спослать Куран, и Аллах, Субхану Ва Та'Аля, с этой миссией не спослал Куран, и послал самого лучшего из ангелов Джибраиля, выше Семи Небес. Два человека, когда ты их вспоминаешь, ты вспоминаешь то добро, которое они делали тебе. Когда ты был маленьким, когда ты видел их, когда ты вместе с ним находился. Два человека, когда ты их вспоминаешь, в этот момент в сердце наполняется любовь по отношению к ним, грусть, скучаешь по ним, это два человека. Два человека, когда ты их вспоминаешь, и их нет рядом, вспоминаешь их со слезами, вспоминаешь их со слезами, хотел бы увидеть, хотел бы рядом с ними побыть. Поэтому, сейчас наши родители, у кого живы, они уже состарились, прошла их молодость, прошла их молодость, они стали посидели, борода стала седая, волосы посидели. Они уже вот-вот расстанутся с этой дунией, и в этот момент они что ждут от тебя, от меня, уважаемый брат, мягкое сердце по отношению к ним. От нас они ждут хорошее, почтительное отношение к ним. Они ждут, стоят, и мы при этом знаем, что рай под их ногами, рай под ногами наших родителей. Можно сказать, в благе человек, преуспел человек, и обрадоваться того человека, который хорошо относится к своим родителям, и не оскорбляет, не обижает их. Можно обрадовать того человека, который почтительно относится к ним, и из него не исходит какое-то плохое слово или действие по отношению к своим родителям. Можно обрадовать того человека, который стал причиной, что его родители, глядя на своего ребенка, на своего сына, на свою дочь, смеются, улыбаются и не плачут. Можно обрадовать того человека, который обрадовал своих родителей, осчастливил своих родителей и не сделал их несчастными. Можно обрадовать того человека, который был щедрым по отношению к своим родителям и не был скупым по отношению к своим родителям. Можно обрадовать уже при этой жизни того человека, который почтил своих родителей и никогда не оскорблял их. Можно обрадовать того человека, который смотрел на своих родителей с любовью, с добротой, с улыбкой, с хорошим отношением относился к своим родителям. Можно обрадовать того человека, того верующего человека, который старался всю свою жизнь ради того, чтобы его родители были довольны им. Можно обрадовать того человека, который ночью не спал, который днем трудился ради того, чтобы его родители были довольны им. О, любимые братья! В это время, когда мы живем, много очень есть таких вещей, которые отвлекают человека почтительно относиться к своим родителям. Бывает человек, кто заходит в интернет, смотрит какую-то информацию, и эта информация вредит ему, и он отдаляется от приказа Аллаха, от Кур'ана и Сунны, как мы должны относиться к своим родителям и берет какую-то другую идеологию, западную идеологию. Сколько вот мы общались с братьями, которые там поехали их сыновья учиться в западные страны, вернулись совсем другие. Адаты, ахляк, гылка нету, которые было приучено им о своих родителях, поменяли отношения к своим родителям. Сколько дочерей, которые хорошо относились к своим родителям, и что-то случилось в их жизни, то, что они поменяли вот это отношение и стали плохо относиться к своим матерям. Сколько и сыновей, которые не проявляют милость по отношению к слезам своих отцов. Поэтому в это время каждый из нас нуждается, в первую очередь я сам нуждаюсь, и каждый из нас нуждается. Мы нуждаемся в том, кто нам напомнит, какое же положение наших родителей перед Аллахом, как мы должны к ним относиться. Верующий человек нуждается в том, кто бы его наставил, направил, чтобы им напомнить, ему, напомнить мне, напомнить нам, братья, как мы должны правильно относиться к нашим родителям. Именно из-за этого Аллах не спослал аяты по отношению к нам, как мы должны относиться к своим родителям. Пророк Мухаммад, своим сахабам, своим уммам, нам всем обучал наш, наш учитель, любимый посланник Аллаху, как мы должны относиться к нашим родителям. Мы не должны их обижать. Мы должны хорошо к ним относиться. Хорошее отношение из нас должно исходить по отношению к нашим родителям. Должным образом должны относиться к ним. Должны быть щедрыми по отношению к ним и никогда их не обижать.